Всем привет! Меня зовут Ника. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня у нас распаковка нового камбека TWICE Between One and Two. Но прежде чем мы к ней приступим, я бы хотела сказать о том, что данная неделя будет целиком неделей TWICE на моем канале. Я решила попробовать для себя такой формат, так как у меня разом совпало. В принципе, сейчас достаточно много контента и много контента с TWICE. Поэтому на этой неделе будут выходить видео исключительно в тематике TWICE. И я планирую целых четыре видео. Мы с вами будем встречаться через день, то есть сегодня понедельник. И также в среду, в пятницу, также в 5.30 по Москве вечера. И еще в воскресенье, я думаю, где-то часов в 11 утра по Москве. Я сейчас не буду говорить, какие еще видео вас ждут. Но я думаю, что некоторые вы можете уже предположить, какие будут. Но пусть это будет небольшая интрига. Хотя эта неделя у нас, конечно, неделя камбэка с Трэй Китс. Но я думаю, что контент со Трэй Китс начнется со следующей недели. А эту мы целиком посвятим прекрасным девочкам, потрясающим TWICE. Я очень-очень ждала данный альбом. И я думаю, давайте начинать. Я заказывала его на Джуме. Поэтому продавец с Джума положил мне тут протекторов и также скидки. И скидки действуют в этот раз даже не просроченные, до 30 ноября. Вот у нас код. Я думаю, что вы можете его спокойно использовать, если вам нужно. 10%. И также это впервые, когда я получаю предзаказные альбомы TWICE с предзаказными картами. И более того, я заказывала был лот с предзаказками от JYP Shop. Не данные, которые JYP кладет ко всем альбомам, а именно от их магазина. И вот у меня 4 карточки, да, так как я заказывала полный сет. И давайте посмотрим. Я их, в принципе, уже видела. Но давайте покажу вам. И мы вместе их откроем. Первое это Naion. Они мне на самом деле очень понравились. Мне интересно, какие будут предзаказки от JYP Shop Stray Kids. Да, если они будут такие же классные, то, может, даже я хочу попробовать предзаказать. Это у нас формат таких полароидов, но при этом они все равно селфи и супер милые. По крайней мере, все, которые мне выпали, потрясающие. Мне очень нравятся. Да. Так, Naion. Что здорово, Naion одна из моих топ-биасов. Вторая у меня Mina. Это супер милые селфи. Я обожаю, когда айдолы делают селфи вот так вот в полный рост. Это, мне кажется, очень классно. Да, и задники у нас все одинаковые, просто в формате полароидов. И третья у нас Sana. Тоже классная селфи. Это мой любимый, к тому же, концепт. При этом у них не все предзаказки от JYP Shop в данном концепте, но мне выпали три совпадающие. Это у нас Pathfinder концепт. И дальше произошла небольшая накладка. Это тоже Sana, потому что Jum отправлял мне все альбомы, каждый в своей коробочке, поэтому они не озаботились тем, чтобы положить мне четыре разные карты. Да, поэтому у меня здесь дубль Sana. Но ничего страшного. Всю информацию, да, про то, что бы я хотела обменять, не обменять, я выложу в Telegram, наверное, ближе к концу недели, уже после выхода большей части роликов. Я где-нибудь к выходным организуюсь и выложу много постов, в общем-то, с предложениями обменов. Может быть, кому-то что-то будет интересно. В том числе, да, и часть данных карт Sana, дубль как минимум. Ну, давайте переходить к самим альбомам. У нас четыре версии. Archive Cryptography Pathfinder Complete. И начнем по порядку с Archive. И давайте начнем с предзаказных карт. Наконец-то они у меня есть, эти заветные конвертики. Так я была расстроена, что мне их не положили к Formula of Love. Но в данном случае, да, я не сомневалась, что они у меня будут, так как я альбомы предзаказывала достаточно задолго до релиза. И я очень рада. И это у нас супер милый концепт. Задники у нас, правда, в этот раз достаточно простенькие. Но сами предзаказочки супер милые. Оттянем. Мне очень нравится данная карта Джихио со слоником. И групповая селфи. Тоже супер милая. Да. И давайте открывать сам альбомчик. Это у нас коробочка. Мне очень нравится. Камера не передает. Как красиво к голографии отдает данная надпись. Название альбома. Between One and Two. Или One and Twice. И, в принципе, все надписи голографические. Но лучше всего это, конечно, видно здесь. Так как она самая большая. Да. Обложка у нас достаточно простенькая. У нас тоже простенький корешок. И простенький задник. Тоже с голографическим эффектом. И трек-листом. Да. Наверное, мне очень понравился альбом. Я думаю, я поговорю. Давайте, наверное, в одной из версий. У нас их целых четыре. И он очень, кстати, легенький по весу. Внутри у нас идет отдельно фотобук. И отдельно коробочка с вложениями. И у нас в этом альбоме столько всего. Открывать альбомы Twice это всегда праздник души. Но в этот раз JYP постарались на славу. Но давайте начинать с фотобука. И здесь у нас на обложке уже фотография мемборов. Тоже название альбома. Задник достаточно простенький. И корешок у нас с красивым амбре эффектом. В принципе, у нас данная версия выполнена в официальных цветах Twice. Что очень здорово. Ну, давайте, наверное, начнем прямо с песен. Это у нас трек-лист еще раз. Мне понравилось Talk the Talk. Но больше мне в данном альбоме зашли бисайды. На мой взгляд, это очень крутой альбом. Именно в целом. Мне понравились все, в общем-то, песни. И любимые, наверное, Queen of Hearts, Basic и When We Were Kids. Балладная, потрясающе красивая песня. И по смыслу тоже. И, по-моему, ее написала Да Хён. Мы, кстати, посмотрим кредиты, когда у нас будут тексты песен. Потому что много мемберов участвовали в написании. Я сейчас не помню точно, кто. Но, да, я хочу обратить на это внимание. Talk the Talk заглавка. Да, здесь у нас мемберы не участвовали. Она прикольная. Она очень в духе Twice. Я очень рада, что мой первый официальный камбэк с девочками именно такой в духе Twice. Ничего неожиданного, странного они не решили делать. Но, наверное, Queen of Hearts, наверное, все же она моя любимая самая в альбоме. Особенно здесь у нас тоже, да, мемберы. Я, насколько вижу, они участвовали в написании. Особенно после их выступления, которое они выложили с данной песни, мне так оно понравилось. Я просто пересматривала его раз в 50, наверное. Это одно из любимейших моих выступлений в этом году, в принципе, среди всех моих групп. Я очень-очень его пересматривала с огромным удовольствием. Мне так нравятся их образы и исполнение вживую Queen of Hearts. Классная песня, и девочки в ней раскрываются здорово. Basics у нас, получается, написала Чи Йон. Тоже многим она понравилась, и я не исключение. Наверное, при первом прослушивании больше всего меня зацепила Basics. Классная песня с классным смыслом. Здоровская. Дальше у нас идет Trouble Джихё. И тоже замечательная песня. Никакого желания, в принципе, пропускать ни одну песню при прослушивании альбома у меня не возникало и не возникает. Наверное, это один из альбомов Twice, которые будут у меня в топе. Именно за счет своей целостности как альбома. Дальше у нас идет Brave. И так мне нравится. Да, я особо не поговорила про их образы, но они здесь очень здоровские. Мне нравится то, что у каждого мембера в целом выдерживается цветовая гамма. И да, у Дахиона тут очень прикольный кардиган. У нее был похожий в ее кавере на Monsters, который она делала на день рождения. Мне очень нравятся такие кардиганы. Я бы не стала такие, наверное, носить не решилась, но на ней смотрятся здоровски. И мне нравится то, что она пока все еще оставляет себе такие очень длинные черные волосы. Мне кажется, ей супер подходит. Это просто шикарное фото. У нее здесь еще зеленые линзы, подходящие к образу в целом. Супер красиво. Да, также Дахиона у нас, получается, написала Ган. Единственное, да, я не очень поняла, почему ей не выдали нормальный реквизит. Она у нас то с телефоном, то с шоколадкой. Игрушки почему-то ей не выдали. Обидно. Чион с этим тигренком. Ой, и эта прическа на ней так здорово смотрится. Супер мило выглядит здесь Чион. И мне очень понравилась прическа Ци Юй. Конечно, на выступлениях она еще покрасилась в такой щиреневый. Здоровски очень смотрелась. И, в принципе, она классно выглядит в этот камбэк. Ее образы одни из моих самых-самых любимых. Да, и When We Were Kids тоже написала Дахиона. Он отличная песня, мне так понравилась. Я, в принципе, да, я любитель баллад, и это самое сердечко. Так, ну, мы подошли к концу альбома. В принципе, в этом я поговорила про тексты. Я думаю, в следующих поговорим про образы и камбэк. Больше, возможно, посмотрим. Сиди у нас опять без рандомных мембров. Мы, видимо, окончательно ушли от этой идеи. И достаточно простенький, в общем-то. Но давайте переходить к самому интересному. У нас огромная куча всего. Пять фотокарт. И мне интересно, в каком, на самом деле, они состоянии. Потому что, да, в этот раз у нас коробочка. Но там все болтыхается. И при том, что они не должны, конечно, слепаться между собой, как если бы их засунули в фотобук. Мне кажется, могут мяться уголки, именно если они бьются о края. Но посмотрим. Так, я попробую все это вытащить, чтобы ничего себе не запалить. Это ужасно сложно себе ничего не запалить. Особенно потому, что все повернуто в разные стороны. И плюс фотокарты у нас получаются на заднике имя мембера, подпись мембера. И у каждого еще свое животное. Я не знаю, как это возможно. Но, да, мне кажется, что я просто спалила практически все. По крайней мере, очень много всего. Ну, давайте начнем с плакатика. Плакатик у нас спалить не полить легче всего. Ой, у меня выпала мама. Плакатики мне, кстати, нравятся. Они хорошего размера. И очень приятные матовые, да. И, да, если вы не смотрели мои предыдущие видео с TWICE, я для данного релиза собираю топ-3. Это Daion Naion Momo как раз. И планирую, в общем-то, в зависимости от моих выпадений и возможности обменов с этого T9. Но большие вложения я, в общем-то, не собираю усиленно. Но, конечно, буду рада, если мне будут выпадать мои топ-3. Дальше из больших вложений у нас идет открытка. Мне было, кстати, очень интересно, как они реализуют этот кроссворд. И они сделали классно. У нас здесь, получается, все вопросы про даты. То есть у нас везде тут по шесть клеточек. И для любого языка это актуально. На любом языке можно вписать и решить данный кроссворд. Это очень здорово. Ориентация на международное сообщество всегда мне приятна. О, это Daion. Да, Daion мой номер один в Биас. Поэтому тут я, конечно, очень-очень рада. Здорово, отлично. Буду рада, если у меня соберется большая часть ее больших вложений. Так, дальше у нас Polaroid. Да, и вот можно заметить, что уголки чуть-чуть-чуть-чуть подбиты. Для меня это момент не очень принципиальный, но немного обидно. Да. Так, и Polaroid. О, Дихо. Здоровский. Данный концепт, да, Pathfinder мой любимый. Поэтому очень рада всем вложениям в нем. И то, что, в общем-то, да, у нас получается и плакатик, и Polaroid в данных концептах. Так, еще из больших вложений у нас стикеры. О, это тоже Daion. Здорово. Стикеры мне тоже очень нравятся, потому что здесь у нас все три концепта. Отлично. Мне выпало аж два больших вложения с Daion. Супер. Если мне выпадет ее Polaroid и плакатик, я вообще буду безмерно счастлива. Дальше у нас есть стеклышко, которое мы можем читать послание на карте с посланием. И тут у нас сзади имя. Да, не полить карты просто невозможно. Но мне выпала Sana. Шикарно. Я не самый большой фанат данных карт, потому что они не очень, на мой взгляд, единообразно выглядят. Но сами по себе они красивые и матовые. Тоже я люблю матовые финиши фотокарт. Но да, тут тоже можно заметить, что уголки все же бьются. К сожалению. Но зато у нас нет следов от других фотокарт. Да, и мы можем вот так приложить данное стеклышко. И прочитать послание Sana на корейском. И у нас идет аж пять фотокарт. С одного альбома можно собрать полный сет одного мембера с обменами, естественно. И я даже не знаю. Давайте, наверное, я буду закрывать задники, потому что задники палят все. И первая фотокарта. Ух ты! У нас Джи Хио. Да, я почти испалила всех мемберов, но я не испалила сами фотокарты. Поэтому я примерно представляю, какие мемберы мне выпали. Но какие именно карты нет. Этот сет с игрушками, конечно. Я очень хочу собрать его от И-9, поэтому я очень рада. И мне прям нравится этот слоник супер милый. И Джи Хио с данной прической тоже огонь. Огонь. Здорово. Отлично. Так. Дальше вторая карта. Найон. Супер. Как раз это у нас Pathfinder концепт с телефончиком. Да, и у Найон на заднике, получается, да, у них у всех разные задники. У Джи Хио у нас здесь слоник. У Найон зайчик. Мне это очень нравится. Мне нравится, когда твай сделают прикольные задники. Но это очень тяжело именно в рандоме себя удивлять. Потому что, да, сразу, в принципе, видно, кто тебе где выпал. Третья фотокарта у нас Momo. И это тоже сет с игрушками. Ох, какие красивые карты в эту эру. Я, конечно, я бы собирала вообще OT9 для всего, потому что это эра... Мне кажется, я так думаю, каждую эру. Каждую эру твай сделают все более крутые-крутые фотокарты. Супер. Так, следующая карта у нас. Мина. Да, единственное, что немного для меня портит сеты, то, что у нас есть несколько не-селфи. Они тоже очень красивые, но все же я в этом плане... Я фанат единообразности. Если у всех селфи, то у всех селфи. Если у всех не селфи, то у всех не селфи. И я не поняла прикола, но, походу, впервые в жизни мне положили лишнюю карту. У меня их тут шесть, у меня осталось еще две, а мы уже открыли четыре. Со мной такое никогда не случалось, я очень рада. Так что давайте смотреть. У нас еще целых две карты. Ух ты, это у нас G-Hio Cryptography версия. Этот сет тоже такой классный. Так, да, и у меня, да, осталась еще одна фотокарта. И это Ченен. Это моя любимая фотокарта Ченен из сета. Да, и этот сет я тоже планировала, в общем-то, по возможности собрать эти найн, поэтому я супер рада. И я думала, что будет дубль чего-то, но нет, мне просто положили шесть фотокарт разных. Ура, ура! Это супер, удачное начало распаковки. Пусть она таким и остается. Давайте переходить к следующей версии. Вторая версия у нас в криптографе. Так, и нам надо, наверное, идти чуть быстрее, потому что я снимаю уже 25 минут, а мы прошли одну версию. Да, поэтому давайте немножко я стану меньше болтать. Так, это у нас предзаказный сет. Задники у нас тоже достаточно простенькие. Но вот такие сеты мне как раз нравятся. То есть у всех не селфи, все примерно на одном расстоянии от камеры и смотрятся здорово. Если бы еще было больше единообразия фонов, вообще было бы идеально. Да, Хён в этом концепте вообще, конечно, отвал всего. И групповое селфи. Итак, это у нас криптография-версия. Здесь, кстати, чуть лучше видно голографию в названии. Но в целом, в остальном, да, примерно такое же оформление, только серый градиент от светлого к темному. Мне, кстати, очень нравится этот градиентный эффект. Вот, выглядит он здорово. Так, и фотобок, папочка с вложениями. Я тут разложила перед собой фотокарты, потому что я рыбка Дори и начну через пять минут забывать, что мне выпало. Так, ну давайте смотреть. Эти наряды, их, конечно, мне очень нравятся. Мне очень понравилось, что Твайс сделали такие разные концепты. Огромное разнообразие. Чонён в этом концепте тоже, конечно, этот костюм бомбический. Также мне, кстати, было очень приятно. На мой взгляд, это просто эра Чонён. Она настолько получала удовольствие и улыбалась на всех выступлениях. Я, да, уже, наверное, пару эр не видела такого удушевления с ее стороны. Я очень рада. Я безумно рада, что она получает удовольствие. Ей, мне кажется, действительно понравилась песня. И она с огромным удовольствием выступала, делала хореографию. И очень для меня выделялась. Я прям с удовольствием пересматривала ее фанкамы. И, ну, всегда мой взгляд притягивался к ней на выступлениях. Да. И Джихё тоже для меня очень выделяется. Во-первых, мне очень нравится эта стрижка. Ей так подходят каре и эти синие прядки суперовские. Было немного обидно, конечно, что она прямо перед промоушеном подхватила вирус. И не смогла участвовать первую неделю в продвижениях. Но зато ее тоже первое выступление, когда она вернулась, от нее шла такая энергия. Я давно такого не видела. Она так выдала просто, мне кажется, всю себя отдала залу выступлению. Очень круто было. Наверное, это мое любимое выступление. Именно первое после возвращения Джихё. Эминет, по-моему, это был. Оно настолько наполнено эмоциями. И Джихё там просто не могла перестать улыбаться. Она улыбалась вовсе 32, все выступление от начала до конца. Даже умудрялась как-то петь и улыбаться. Но суперовское выступление. Мне очень понравилось. Да. Так. И мы незаметно подошли к концу фотобука. Фотобуки, кстати, не мега большие. Но мне нравятся. Они очень красивые. У нас достаточно фотографий у каждого мембра. Фотографии суперовские во всех концептах. Диск у нас тоже достаточно простенький. Так. И давайте смотреть вложения. Здесь у меня все находилось под плакатиком. И вроде все повернуто в одну сторону. Поэтому я ничего не спалила. Мне будет тоже сюрприз-сюрприз. Давайте смотреть. О, Тяньон. Здорово. Мне очень нравится ее цвет волос в данной версии. Такой красивый фиолетовый оттенок. Очень такой нетипичный с синим отливом. Мне супер понравился. Я бы сама такой хотела. Так. Дальше я тогда попробую брать вложения. Не смотреть в их сторону. Дальше у нас открыточка. О, Джихё. У Джихё тоже одна из моих самых любимых открыток. Именно в плане кадра. Мне кажется, шикарный кадр. И какие у нее красивые ногти. Вообще супер. Следующее большое вложение, которое я нашла, это у нас линеечка со стикерами. Ой, и это опять Дахён. Ну вот, первый дубль. Так, и еще у нас должен быть Полароид. Так, Полароид. О, Ти-ёй. Супер мило. Так, и фотокарты. Я вроде нашла месседж-карту. О, это Ти-ян. Так, и тут у нас тоже, конечно же, есть сердечко. Оно, кстати, такое милое и забавное. Мне прям нравится. И вот так у нас выглядит послание че. Давайте смотреть фотокарты. Так, первая у нас... О, Чанян. Так. У нас тоже аркайв-версия, но версия без животных. Вторая карта у нас... О, Ци-ёй. Это у нас супер милая версия, где они многие держат какие-то цветочки, овощи. Это помидорка, насколько я понимаю. И это первая карта Ци-ёй, кстати, которая мне выпадает. Так. Третья карта у нас... Ой, ну вот. Это у нас дубль. Мина. Так, четвёртая. Е-е-е-е! Найон с зайцем. Одна, конечно, наверное, моя любимая карта Найон в эту эру. Супер рада я, что она мне выпала. Отлично. И последняя. Здесь у меня пять карт. О, Дахён, наконец-то! И да, карты Дахён из Pathfinder, наверное, мои любимые, новые любимые карты Дахён. Они мега милые обе. Я даже не знаю, какая именно. Да, у Дахён на заднике шоколадка. Мне очень интересно будет посмотреть на них рядышком, чтобы точно понять, какая моя любимая. Ну, отлично, просто супер. Мне пока всё очень нравится. Давайте переходить к третьей версии. Третья версия Pathfinder, моя любимая. И мне также очень нравится оформление данное, голубое. Я, в принципе, под него сегодня одевалась. Не совсем, конечно, оттенок совпадает, но в целом... В этом было моё стремление. И, да, здесь у нас вот такие задники. Немного жаль, что в данном концепте и ни в одном концепте тоже, да, фотокарт нет, где все мемберы бы держали телефоны. Или, в принципе, хотя бы что-то. Потому что, да, здесь многие держат телефоны, но всё-таки не все. Мне кажется, было бы супер мило. Если бы они все держали, да, например, ЦИ ничего не держит. И милейшая групповая селфи. И вот так у нас выглядит альбом. В принципе, всё то же самое, только в таком бледно-бледно-зеленовато-голубом цвете. И давайте смотреть фотобук. Да, конечно, помимо моей слабости к концептам на природе, мне очень, во-первых, понравились все их наряды, а во-вторых, все ретро-атрибутики, которые они тут использовали, и цветочки, конечно, это просто супер. Лучше бы пожелать нельзя. Мне очень нравятся кофты Чанён. Да, и вот они просто поставили посреди поля такой ретро-офис. Мне кажется, это смотрится очень классно. И помидоры в этом концепте тоже явно принимают активное участие. И здесь у нас есть юнитные фото. Тоже я люблю такое. Ну, это оно просто... Обалденно, обалденно. У Саны очень красивый цвет кардигана. Мне еще очень нравится, да, тут тоже прическа Джихё. Она такая немножко завитая. И вот это у нас было тизерное фото. Оно мне супер понравилось. Очень красиво. Да, и образ Мины тоже. И ее прическа, и сочетание данного корсета с блузкой. Не знаю, Мина выглядит супер, просто супер. Мина, в принципе, в данном камбэке выглядит суперски. В общем-то, как и всегда. Ее визуал — это что-то за гранью. И эти гольфы супер милые. Надюхё и Сани, я так люблю такое. Да. О, и групповое фото. Ай. Мне также очень нравится макияж Дахион. Это зеленая стрелочка с клевером, наверное, с сердечком. С сердечком, наверное. Очень здоровски выглядит. И кардиганчик полосатенький. Мне тоже нравится. У меня такого полосатенького не было. Я вот пыталась одеться в стиль. Теёна у нас здесь с более короткой стрижкой. Очень миленько. Да, и данные образцы у меня очень нравятся. И на выступлениях, особенно где она уже была с сиреневыми волосами, в сочетании с данным топом. Так, мне понравилось. И Макнелайн. Такой милый. И вот эти цепочки, да, мне тоже нравятся. Вообще очень крутой топ у Ци. И последнее групповое фото. Несомненно, любимый концепт. По всем параметрам. Суперский, просто суперский. Макнелайн. Так, и давайте смотреть вложения. Первый у нас плакатик. О, Тиан. Такой он классный, летний, голубой. Очень приятно распаковывать этот альбом. Уже в октябре даже. Он навевает очень приятные воспоминания о лете. Дальше у нас открытка с кроссвордом. Ой, это опять Дайхён. Так. Дайхён в больших вложениях сегодня решила меня покорить. Дальше у нас идёт стикеры. Это третий стикер из Дайхён. Ну, я не знаю, конечно. Так, Полароид. Тоже Дайхён. Вот Полароид с Дайхён мне ещё не выпадал. Отлично. Суперски. Получается, у меня нет только плакатика Дайхён. Если он выпадет мне в последнем альбоме, будет отлично вообще. Давайте начнём с месседж-карты. О, и это Джихё. Так, и давайте я покажу её послание. У неё достаточно коротенькое. По-моему, это что-то типа Джихё. Твой друг. Что-то типа того она написала. И фотокарты. Давайте начнём с первой. О, это Мина. Но такая Мина ещё не выпадала мне. Так мне нравится этот её пушистый кардиганчик, по-моему, кофточка. И сзади пингвинчик. Следующая карта. Ой, это опять Мина. И это Мина с пингвином. Ох. Ну какой же этот сет всё-таки? Нет, я не смогу... Я не смогу расстаться с картами из этого сета. Это несомненно. Да, получается, у меня выпало обе мины из версии аркайв. Так, третья у нас... Да Хён. Да, это как раз вторая её карта из Pathfinder. То, что я говорила. Так, что вот эти две карты, они обе мне супер нравятся. И я даже не знаю, какая больше. Они обе мои любимые-любимые. Отлично, отлично. Так, следующее. Так, Момо. А, это у нас повторка. Момо с персиком уже мне выпадала. Ну, мне кажется, что данные карты, наверное, получится обменять с игрушками. Вроде их все хотят. И последнее. О, Найон. Получается, это уже третья Найон из пяти. Здорово. Здорово. Получается, всего один дубль в фотокартах. Отлично. И давайте переходить к последней версии. Последняя версия. Комплит. У нас красненькая. И это, конечно, самая спорная версия, потому что это просто совокупность предыдущих концептов. Предзаказки у нас в аркайв-концепте. Но, что интересно, у нас тут внезапно Чан Ён и Мина сделали нам селфи. Что, конечно, здорово. И, в принципе, да, сана. Сан, кстати, мне сана и Чи Ён выпали пока только в месседж-картах. В селфи-картах нет ни одной. Да, Хи Ён. Чи Ён. Так, и очередное супер милое групповое селфи. Да, это у нас комплит-версия. Но, надо признать, мне очень нравится обложка. Мне так нравится, что они использовали, получается, все три концепта. Выглядит очень стильно. И, наверное, для тех, кто собирает всего по одной версии или собирает одного мембера и хотел купить всего один альбом, это хороший концепт. Но для меня, конечно, радует, что, по крайней мере, фото разные. И, в целом, я не против. Потому что мало какие вообще распаковки альбомов для меня вызывают у меня такой эмоциональный подъем и столько позитивных эмоций, как Твайс. Поэтому я даже не против того, что у нас много версий. Чем больше версий, тем больше классных вложений, тем больше красивых фотобуков. Не знаю, я очень люблю Твайс. А если это не очевидно, то да. И мы переходим, да, в криптографе концепт. У нас здесь в первых двух концептах по одной фотографии на мембера. Эти, конечно, их образы, я не знаю. Это шпионские страсти какие-то. Мина, да, мина это что-то. И мне так нравится, кстати, мина с хвостом. Я в фэнсе была очень фанатом данной прически ее. И здесь тоже. Те. И дальше мы идем в обратном порядке. И здорово, что именно для моего любимого концепта у нас по две фотографии новые на мембера. В целом я, наверное, поговорила обо всем, о чем хотела. Да, также большое количество фотобуков дает мне возможность высказать много мыслей. Потому что, в общем-то, я для этого и снимаю распаковки, чтобы болтать и какие-то высказывать свои мнения о кей-попе. Потому что, а где еще, как не на канале? Поэтому я вообще не против, что у нас аж четыре версии. Я вообще к Твайс, мне кажется, очень лояльна и не придираюсь. И не хочется придираться. И вложения давайте смотреть. Да, такое богатое наполнение альбома для меня может компенсировать очень многие минусы. Потому что альбомы я покупаю в первую очередь для эмоций. И если я получаю кучу позитивных эмоций, то мне уже не хочется ни к чему придираться. Давайте смотреть. Это у нас плакатик. И последний плакатик у нас Дюхё. Супер красивый. Так. Дальше у нас открыточка. О, Чанян. Отлично. Чанян еще мне не попадалось. Так. Если это будет четвертый стикер с Дахён, то я не знаю. О, нет. Это Чанян. Так. И полароид. Полароид у нас Момо. Отлично. Супер. Так. Дальше давайте смотреть на месседж-карту. О, это Ци. Получается, да, мне выпало четыре разных мембра в месседжах. Отлично. Так, давайте посмотрим на её послание. Ой, она много нам написала. И фотокарты. Последние выпадения в данном альбоме, в данном видео. Так. Давайте смотреть. Ой, ну вот. Первая у нас Джихё и это дубль. Многовато, конечно, дублей, мне кажется, для четырёх альбомов. В формула Love у меня был один дубль в фотокарте. А здесь уже, наверное, штуки три, мне кажется, да. Так, давайте смотреть дальше. Дальше у нас Мина. Это не дубль. Это, да, другая версия. Отлично. Мина, в принципе, у меня получается выпало четыре из пяти её карт. Практически полный сет. Мина любит меня в данную эру. Третья фотокарта на Йон. Это у нас тоже дубль. Да что ж такое? Так. Надеюсь очень, что больше дублей не будет. Это тоже дубль. Так, и последняя карта в данной распаковке. Давай, не подведи. О, это Сана. Отлично, это первая Сана. Криптография версия. Супер. Но получается аж три дубля в данном альбоме. Так, я думаю, что я сейчас, наверное, разложу фотокарты. Мне кажется, это будет интересно посмотреть, что нам выпало. Насчёт больших вложений не уверена. Мне кажется, это не настолько захватывающе. Давайте посмотрим на фотокарты. Вообще, конечно, альбомы Твайс, это это, да. Это вот такое количество картона с одного альбома. Супер. Так, ладно, какая-то такая у меня ситуация красиво. У меня это не особо раскладывается. В принципе, Мина, конечно, сегодня королева балла. Но я... В целом я рада. Да, конечно, у меня получается раз, два, три, четыре, пять дублей. Что, на мой взгляд, многовато для одного сета. Но посмотрим. Надеюсь, что получится обменяться. Как я сказала, вся информация будет в Телеграме через несколько дней после выхода данного ролика. А мы увидимся в следующем видео буквально уже через день в рамках недели Твайс. И надеюсь, что мы с вами хорошо проведём время с девочками на этой неделе. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok